Такер Карлсон побывал на подкасте, мне нужно пригласить его на своё шоу. И он сказал кое-что, что я нахожу это чрезвычайно любопытным, давайте посмотрим. Я всю жизнь был в СМИ, и мой отец был в СМИ. И то, что СМИ являются органами контроля, было для меня большим откровением, изменившим мою жизнь, как будто нет... Я знаю, я знаю, вы моложе и умнее, и такие... Ну да. Да. Но если вы, как я, провели всю свою жизнь в этом мире, и вдруг оглядываетесь вокруг и такие... Ого. И не то, что только они этим занимались, я сам провёл большую часть жизни, занимаясь этим, защищая войну в Ираке, я ведь это делал. Можете себе представить защищающих её? Как думаешь, о чём ты больше всего сожалеешь в своей карьере? Защита войны в Ираке. И всё? Да я сожалею о миллионе вещей, что не был скептичен, что обзывал людей, когда надо было прислушаться к тому, что они говорят. Слушай, когда ты... Когда кто-то что-то говорит, то значение имеет только один вопрос, правда это или нет. Угу. Например, я говорю, ты совершил убийство. Или украл прошедшие выборы. То перед тем, как ты начнёшь называть меня сумасшедшим за сказанное, может сначала скажешь, совершал ли ты это или нет? Да. Да. Точно. И я слишком долго находился в культуре, где каждый, кто мыслит за пределами очерченных границ, является сумасшедшим конспирологом. И я очень об этом сожалею, мне стыдно, что я так себя вёл. Итак, он говорит о том, что Хомски называл производством согласия. У вас смогут быть яростные дебаты, но они могут быть только внутри этих двух параметров. И он объяснял, что когда кто-то выходит за рамки этих параметров, то его называют конспирологом или сумасшедшим. Окна, окна Авертона. Частично это был возраст, частично мир, в котором я вырос, так что когда вы смотрите на меня, и такие, ну да, конечно, это средство контроля. Для вас это очевидно, так как вам 28. Но я этого вообще не понимал, вообще, и мне за это стыдно. Разве это не то, что СМИ и пытаются делать? Это их единственная задача. Точно. Они здесь не для информирования. Даже по поводу важных вещей, типа экономики или войны, или ку**а, вещей, которые на самом деле важны, которые влияют на вас. Нет, их работа не информирование. Они работают на небольшую группу людей, которые действительно правят миром, а не их прислуга, их претерианцы. Мы должны относиться к ним с максимальным неуважением, так как они это заслужили. Итак, всё, что он там сказал, на 100% правда. И это прекрасно увидеть. Это не просто парень, который работает на корпоративной программе новостей. Это парень, у которого корпоративное новостное шоу номер один в Америке. И больше демократов смотрит Такера Карлсона, чем смотрит MSNBC. И то, что он пришёл к этому осознанно, очень значимо. И именно поэтому, я думаю, ему разрешено... Нет, не разрешено. Я считаю, именно поэтому он может делать лучшие репортажи по Сирии и делать лучшие репортажи по Украине. В смысле, все остальные ему в подмётки не годятся. И он идёт против важнейшего нарратива, военного нарратива. А против него нельзя выступать. И он также пошёл против нарратива по к***ю. И теперь, согласно его собственным словам, он видит, что СМИ — это один из способов управления олигархов. И они там не для того, чтобы давать вам информацию. Как и сказал Холмский, они там для формирования согласия. По поводу того, что олигархия, которая им платит, хочет сформировать согласие. И именно поэтому его так ненавидят. Потому что, во-первых, он идёт против военного нарратива. И он выступает против... Нарратива по к***ю. И они уже лишили его рекламодателей. Так что единственные, кто размещает рекламу на его шоу, это Майк со своими подушками и рекламы катетеров и тому подобное. Я не думаю, что ему перепадает от большой фармы им подобных. Я больше не смотрю... Я больше не смотрю новости, так что я не в курсе. И именно поэтому он может говорить правду. Потому что они уже лишили его рекламодателей. Так что это... Это... Я думаю... Меня восхищает, что... Можете себе представить, чтобы Рэйчел Мэду или Андерсон Купер сказали такое? Да даже кто-нибудь, кого вы лично знаете, набрался бы храбрости такое сказать. Хоть кто-нибудь, кого вы лично знаете, кто был за к***ц или что-нибудь, чтобы у него хватило духа, как у Такера Карлсона сказать то, что он сказал. Он говорит, что его профессия и компания, на которой он работает, там не для того, чтобы вас информировать. Он прямо это и говорит. Еще раз, он не проходной ведущий. Или ведущий выходного дня. Он не какой-то репортерчик. Это ведущий шоу «Номер один в Америке» говорит вам, что новости в Америке не для вашего информирования, что это олигархические средства по управлению. Они производят согласие, подтверждая слова Ноама Хомского и Эда Германа, сказанные в книге «Производство согласия». Это восхитительно. Большинство моих знакомых не знают это. Многие люди, которые думают, что разбираются в политике, все еще считают, когда читают «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон-Пост», или смотрят «СНН» или «НБС Ньюс» или «Фокс Ньюс», они считают, что им говорят правду. И они думают, что одна компания вроде «Фокс Ньюс» хуже, чем «СНБС» или «СНН» даже после четырех лет. Они ведь верят в «Рашигейт». Вот почему они верят в «Рашигейт». Это как слушать крипсов, говорящих, что «Блад» плохие. Да! А это они плохие. Проблема в них, а не в вас, крипсы. Нет, Рэйчел Мэдду предоставляет мне информацию. Они дают тебе ложную информацию. Прямо сейчас она во весь голос врет по поводу конфликта на Украине. Она насмехается над сторонниками перемирия. Нет у большего преступления. Сто тысяч украинских солдат уже мертвы. У тебя не бывает ощущения, что ты в клубе, в окружении глупых и неприятных людей, которые даже не какие-нибудь знаменитости? Типа, знаешь, привет, я переживаю по поводу бедных, терпеть их не... Типа такие... Особенно много их было в Нью-Йорке во время правления Буша. Количество идиотов, которые там были, типа республиканцев. Я смотрел выборы с Меган Маккейс... Я это помню. Это... Это смешной фильм. Это смешной фильм. Да, там были фейковые братья Кохи, Дэн и Кройд и тот другой парень. Уэлл Фаррелл был демократом, типа Джона Эдвардса, коррумпированный демократ. И как его звали? Этот представитель Типартии, да? И в конце... Там был довольно необычный конец со всеми этими ограничениями. Да, было странно. И в конце он вроде бы как должен был победить Зака Галифианагиса. Но оказалось, что братья Марч взломали машины для подсчета голосов и получили... И я сижу такой и понимаю... Ого, представь себе, пошутить сейчас так. Представь себе, пошутить сейчас так, уже не пашиватишь. По поводу олигарха, купившего машинку для подсчета и делающего с ней что захочет. Я бы хотел спросить Адама Маккея, типа, чувак. Потому что у него столько фильмов, где он показывает, как все это работает. Но я могу поспорить, что если ты спросишь его, то он такой... Нет, Трамп хуже всех. Я уверен, что он бы так сказал. Многих свел с ума, и он... Один из них. Так что, Голдман Сакс хороший? Да, когда он за демократов. Да, и войны хороши, когда они от демократов. Голдман Сакс. Субтитры подогнал «Симон»